Как заявил в своем очередном обращении к народу Казахстана президент страны, решение проблем образования и нехватки детских садов один из основных индикаторов предвыборной платформы партии Нур-Утан. Глава государства поручил дополнительно направить средства для кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных организациях в течение трех лет. О том, как эта проблема решается в Кустанай, расскажет Игорь Нидерер. Нехватка мест в детских садах – проблема не детская. Только в областном центре в списке очередности около 10 тысяч дошколят, а реально не получают дошкольное образование 4 тысячи. Тем не менее, несмотря на ежегодное увеличение рождаемости, очередь не увеличивается. Мы очень рады, что президент особое внимание уделил развитию дошкольного образования, указав на то, что необходимо дополнительное финансирование дошкольных мест. Несмотря на то, что в последние годы только по городу Кустанаю нам удалось 4 тысячи новых мест создать, ну, конечно же, этого еще недостаточно. Акбота – один из новых детских садов в недавно застроенном микрорайоне. Сейчас здесь 171 ребенок. Впрочем, некоторые группы переполнены и здесь. Асыл Уралбаева – бессменный руководитель дошкольного учреждения. Меня как педагога, как учителя, как маму обрадовало то, что будет выделена хорошая сумма на места в дошкольных учреждениях. Поэтому, я думаю, вот эта проблема будет снята у нас уже как бы с опережением идет воспитание и обучение детей по новым технологиям. Большую роль в снижении очередности уже играет государственно-частное партнерство. Частник создает условия, государство берет содержание мест на себя. В минувшем году в областном центре открыто 5 ведомственных дошкольных учреждений с госзаказом, а два здания бывших детсадов переданы в коммунальную собственность. У нас в этом году начато новое строительство нового детского сада на 280 мест. Дополнительно в следующем году мы еще ожидаем еще один детский сад в поселке Амангильды. Из 470 детских мини-центров в Костанайской области 105 с полным днем пребывания. Дополнительное финансирование дошкольных учреждений, считают педагоги, позволит стимулировать местные исполнительные органы к переводу таких центров на полный день и открытию новых групп. Я думаю, президент это очень хорошо понимает, и не случайно Нурлужов переводит светлый путь. Он означает, что у нас не должны расходиться слова с делами. Поэтому для развития, например, детских садов из национального фонда планируется выделить свыше 20 миллиардов тенге. Я думаю, не случайно, потому что дети наши будущие. Игорь Нидорер и Сергей Тракцинберг, Костанай.